Сегодня я опять решил проверить, что там нового в топе плеймаркета и... О боже мой! Какой еще к чертовой матери скулбой Кузбасс? Что это вообще значит? Чтоб вы поняли, одна из первых картинок по запросу Кузбасс выглядит как-то вот так вот. Место как будто бы не самое приветливое. Но да, вы правильно поняли. В очередной раз в топ плеймаркета вырвался клон скулбоя. И сегодня мы его заценим. Тем более, что... Скриншоты у него просто какие-то невероятные. Вы посмотрите, вырастила гаденыша, весь в отца, развешивай белье давай. Вы посмотрите-ка, там какой-то прям уважаемый многоквартирный дом. Они переехали, видимо, в какой-то новый ЖК. И мама здесь выглядит как-то немного иначе, заметили? На втором скриншоте мы можем заметить, что здесь также появилась бабушка. Да и, в принципе, дом у них выглядит получше. Они вот вместо бесконечной нарезки лука пиццу себе заказали. Играть тут, думал паскудник, помочь сперва по шугу. Да и, в принципе, школьник здесь выглядит как-то немного иначе. Ну и как же без батька? Собери весь этот мусор. Живо, дариной ты соплек. Кстати, если вы будете внимательны, вы обратите внимание, что кухня на скриншотах выглядит по-разному. Обратите внимание на эту фурнитуру и на эту фурнитуру. Ну вот что-то как-то не сходится, не так ли? Да и, в принципе, скриншоты выглядят очень-очень постановочными. Сама, кстати, оригинальная игра опустилась аж на шестое место в топе плеймаркета. Я в шоке. При этом, посмотрите, как же сильно они похожи. Правда, версия с Кузбассом какая-то более депрессивная. Ну что ж, поехали. Обалдеть, здесь есть озвучка и полноценный сюжет. Неожиданно. Жаль, что вы не успели познакомиться со своей бабушкой. В смысле не успели? Там на скриншотах бабушка живая была. Или тут будет вторая бабушка? Почему улица такая депрессивная? Куда мы приехали? Это Кузбасс? Что-то я не хочу жить в Кузбассе, если честно. И у меня есть младший брат или сестренка, судя по всему. Я так и не понял. Я просто в шоке немного от происходящего. В этой игре есть прям полноценный нарратив. И что-то батя на батю не похож со скриншотов. Меня обманули. А мать как выглядит? Матушка. Куда матушка делась? В смысле? Куда? А, вон они уже. Побежали, побежали. Я хочу взглянуть в глаза матери. Там действительно глаза нашей матери? Или глаза какой-то другой матери? И... О май гад. Какая-то страшная. Ой, ладно, я не буду это комментировать. Я прям могу здесь поисследовать этот дом. Я теперь не Андрюха. Я Славик в этой игре. И под ковриком нас будет ждать ключик. Игра немножко подлагивает, если что. Ключ от квартиры бабушки. Но, судя по всему, с бабушкой произошло что-то плохое. И мы к ней переехали. Так, да, это наша сестренка, Анюта. Как-то не по себе. Не тревожься. Всего одну ночь здесь переночуем. Завтра пройдут похороны, и мы домой пойдем. Никогда этого не понимала. Почему мы должны начать в одной квартире спокойницей? Какой кошмар. Уже совсем поздно. Пора бы поспать. Что за чернуха? Пока дети не улягутся. Вот это реально хоррор. Сколлбой по сравнению с этим детская сказонька. Охренеть, не встать. Подождем, пока дети не улягутся. И, судя по всему, у бабушки квартира с 20 комнатами. Я начинаю понимать, зачем они сюда приехали. Правда, что-то бабушка дверные ручки забыла докупить для каждой из дверей. Но не будем на это обращать внимания. Это, видимо, бабушка. Оу май гад. Как-то это все выглядит очень и очень подозрительно. Почему за окном тьма? Почему в моей душе после запуска этой игры тоже появилась тьма? Это все ненормально, если честно. Вот, то лежанка вполне себе нормально. Можно, в принципе, посидеть. Посмотреть на гроб. Какой ужас нет. Так, ну я, судя по всему, должен отправиться спать в комнату к моей сестре. И, причем, здесь откуда-то есть детская комната. Хотя бабушка жила одна. Но, возможно, она специально для внуков ее оборудовала. Я не знаю. Анюта выглядит, в принципе, похожей на мать. Правда, в ней нету искры жизни, я бы сказал. Ладно, Анюта. Звоните в дурдом. Ей плохо кто-нибудь. И она будет так постоянно реагировать. Да, понятно. Может, мы дверь хотя бы закроем. А, ну да, дверь у нас есть. Ну, ручки нет, дверь никак не закрыть. В таком случае отправляемся спать. Судя по всему, мы будем ночевать в доме с бабкой, которая оживет посреди ночи и превратится в зомби. Так, я проснулся. Здравствуйте. Куда Анюта исчезла? А, и мы будем вызволять сестру. Бабка похитила сестру. И в этой игре каждые две минуты реклама. Причем с говном. Фантастика. Ой, как-то интересно придумала. Так, с кем это говорит Анюта? О, нет, она говорит с бабушкой, не так ли? А у меня есть, получается, еще инвентарь. Анюта, прекращай вот этим дерьмом за... What the fuck? Слушай, не разбуди родителей. Что с ней не так? Я говорю, реально, вызывайте дурдом. Ее пора паковать. какой и хи 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 куда бабку дело анютка ты чё ёшкин кот о славик привет а мы с бабушкой играем хочешь с нами аня что ты здесь делаешь бабушка же умерла нет она живая где она стоит это всего лишь кошмар кажется это был просто сон фух озвучка здесь гениальная конечно видимо это тоже нейросеть все озвучивала аня что уже проснулся до 3 часа ночи за окном ты видишь тьма тьмущая нихрена не видно в этом кузбассе ладно отправимся искать нашу сестру я надеюсь она не будет сидеть збАААААААААААААААААА ну ничего хорошего в этом доме не жди так сразу проверяем все углы чтоб там нигде бабка не сидела может мы в шкаф залезем или или сразу дурдом вызовем полицию мчс я не знаю пожарных ну хоть кого-то на помощь может быть мы себе вызовем так родители сидят не понял а вы че сидите мы уже спать легли вот наконец-то садись кушать вы че же умерли бабушка у тебя конечно пожилая уже но еще не настолько что за сюжете реалистично вы теле мою сестру ты как с бабушкой разговариваешь какая еще сестра иди лучше мусор выброси пока я тебя не наказал чего вот здесь должен быть кадр как со скриншота но на самом деле игра выглядит вот так вот это вот бомба не ну на самом деле сюжет реально интересный мать ты че смотри сколько бабушка нам всего на сколько тут ничего нет вообще все пустое вы че алё батя очнись я тебе что сказал марш мусор выбрасывать хорошо бабушка чем не скажешь как вы у тебя в глазах нет жизни ты зачем из гроба вылезла ну ладно это вот вот это наверное кошмарный сон окей мусор мы где будем выкидывать ну что ж мусор мы будем выносить судя по всему на улицу живем мы на первом этаже благо далеко бежать не надо хотя улица выглядит как-то подозрительно вы заметили что здесь нет никаких автомобилей ой я там вижу какую-то дыру давайте мы осмотримся ну чисто на всякий пожарный завод на который я скоро пойду работать понятно понятно здесь нет никаких людей нет абсолютно никого но я могу сбежать нет я не могу сбежать а для чего здесь тогда эта дырка кто-нибудь не объяснит пока что у меня вопросов гораздо больше чем ответов будем как бы честны ну ладно давайте я просто выкину мусор не хотел бы я тусить на этой детской площадке выглядит она слегка заржавевшая скажем так почему людей нет почему вовна у всех заколоченная эй это же кукла анюты что она здесь делает тут неожиданно что-то странное нужно скорее найти сестру так ну мусор мы выкинули я в мусорке должен выбросить мусор да я в курсе а вдруг сестру выбросили здесь можно выбросить мусор так ну и где должен искать сестру на улице где-нибудь анютка ты где я тебя не вижу ну здесь видимо трубы укладывают я сначала хотел сказать здесь людей закапывают но нет здесь трубы закапывают не людей а ну я анюты не вижу возможно мне нужно вернуться домой и она будет там знаете у входа стоять помашет мне как в каком-нибудь дешевом хорроре я обосрусь и потом мы будем ее искать но в принципе сюжет здесь неплохой пока что мне сюжет так кто это такой нравится даже больше чем в оригинальном скулбое и кто дядь ты сестру мою не видел подойди-ка это торчок вот если вы на улице ночью видите подобную маргинальную личность ни в коем случае не подходите к нему бегите в другую сторону ладно привет это же вы приехали вчера вечером да а что-то старуха в квартире не твоя бабушка пойдем со мной я тебе все расскажу куда пойдем что-то странное почему-то не можешь не хочу с тобой никуда идти здесь оставаться опасно это ведьма может появиться в любой момент это уже подозрительно в тройне опасно идти с незнакомцем куда-то за гаражи вот серьезно никогда в жизни так не делаете супер мега плохо супер плохо не должно быть так но мы хотя бы выясним чё это за дырка не зря я ее подметил нам сюда давай погнали в дыру в заборе но и мы пришли на завод это было ожидаемо да куда не отставай у тебя домик на дереве в грязном каком-то вонючем лесу у завода ты чё с ума сошел забываю эту крутилку посмотри под моим деревом да вот она она все не парься нашли погнали ну вроде виталик неплохой паренек нам повезло потому что он мог оказаться маньяком погнали у тебя здесь лифт полноценный для домика на дереве нихрена себе виталик ты запарился ну виталик ты даешь ну ладно нифига у него туда же кровать есть но мы здесь видимо будем жить ну здесь никаких пасхалочек нету мы здесь видим только вот эту вот бабку это чё такое нифига не понятно все очень мыльная ну и чё расскажешь здесь мы в безопасности старуха даже вообще такое неприметное с лифтом огромным исходит ты знаешь где моя сестра я не видел твою сестру но старуха похищает детей уже много лет так что ничего удивительного что твоя сестра тоже пропал а были и другие блин так обрезанных раз все время однажды мы играли с ним неподалеку от этого места ого здесь даже флешбеки будут с анимациями и правда клевое место для домика на дереве а еще я знаю где можно раздобыть доски и инструменты не ну на сюжетом они точно запарились как бы в игре есть достаточно много вот этих странных багов с обрезанием фраз и так далее но видно что игру делали вроде как с душой запарились над сюжетом хотя возможно этот сюжет копирует тысячу других сюжетов по типу хэллоу нейбора но да ладно что не было столько как же нам теперь перебраться на ту сторону да ладно поискупаемся в говно течке чё бы и нет или я должен найти какой-то предмет ну наверное предмет должен быть подсвечен если я должен его найти мы скинем холодильник конечно школьник силой халка и конечно же никто не обратит внимание на огромный холодильник который упал у завода тут наверное грохоту было каранты сколько на месте опять дыра в заборе если честно уже задолбался рекламу смотреть и рекламу смотрю дольше чем играю но как бы окей игра бесплатная давай уйдем пока она нас не заметила да это все детские сказки она обычная старуха но ребята говорят да ты просто струсил хочешь построить шалаш или хочу хочу построить шалаш но и он его построил вы видели какой он дом себе забабахал так сказать съехал от родителей в однушку в подмосковье муки так и здесь должны быть какие-то инструменты или типа того на старуха поймает моего друга старуха поймает и ничего хорошего после этого не будет вы заметили что здесь вообще ничего не изменилось лет так за 20 потому что виталику судя по всему уже по тридцатник вон тот сарай который нам нужен блин а та старуха тоже тут а чё она здесь делает сарай охраняет на нас не заметила и давай за мной окей пригинаемся и выполняем стелс миссию обалдеть они трубы блин раскопали 20 с лишним лет назад и до сих пор не закопали ну как будто бы мы очень палевно выглядим как будто бы старуха нас поймает я сбоку пойду ты какой-то вообще не стелс мастер здесь вниз спустимся все правильно сюда вот это я понимаю игра про джеймса бонда только джеймс бонд агент 007 и мы просто агенты три нуля опачки а чё это я давай посчитал очки раз-два-три блин ну ладно я пойду ой а его же поймают блин и прикиньте мы бы пошли все нас бы поймала старуха и карантином лучшая анимация в истории вы это видели еще раз это взгляните это бомба и что так вот друга так и не нашли а его никто и не искал люди в поселке сразу же про него забыли как будто его и не был никогда обалдеть так вот почему мама и папа так странно себе вели но как такое вообще возможно еще когда я был маленький по поселку ходили слухи что эта старуха в есть одна женщина которая знает об этом больше говорят что она сошла с ума с тех пор как ее сестра пропала теперь она живет вдали от людей в заброшенной котельной возьми этот ключ он открывает дверь в сливной трубе через нее ты сможешь попасть в котельную предположим так ключ 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 куда ты его делал или он у меня он у меня в инвентаре все до свиданечки поехали отсюда какой-то другой женщине там вижу как что-то светится нам сто процентов нужно идти туда но сюжет действительно интригующий мне правда кажется он оборвется на самом интересном моменте потому что ну вряд ли на прохождение этой игры потребуется несколько часов я думаю на самом интересном месте она оборвется и вам будет сказано что если вы хотите продолжить ставьте лайки подписывайтесь на канал и ждите для чего мне покрышка целую кучу предметов можно собрать вот здесь что валяется например прикиньте еще одна покрышка мы должны пробраться через реку и нам для этого как раз судя по всему нужна покрышка я правильно понял нет неправильно понял на хрена мне покрышка кто-нибудь мне объяснит здесь какие-то бутылки валяются это что такое еще одна покрышка у меня теперь есть две покрышки либо та покрышка телепортировалась обратно я вот не знаю не у меня две покрышки есть замечательно правда я реально не понимаю куда я могу их использовать мне есть ключ для судя по всему вот этой двери может быть покрышки нужно вот сюда повесить как бы веревка какая-то а здесь доска и последняя покрышка 3 так ну что ж я собрал целую кучу покрышек я видимо гигачат школьник потому что я тащу на себе три покрышки я не знаю как это вообще возможно может быть мы соберем из этих покрышек автомобиль вот я четвертую нашел но это вообще охренеть не встать прикиньте сколько весит одна покрышка я на себе тащу 4 я более чем уверен что из покрышек вы просто должны построить мост только мне непонятно как именно и где именно я должен его построить ну что ж нужно иметь 999 айкю чтобы пройти эту игру я бродил по локации случайно заметил что вот сюда нужно покрышки вешать это жесть какая-то как до этого может догадаться почему мы из покрышек просто мостик не сделали это жесть какая-то но мы наконец таки забираемся в котельную господи как темно мне нужно искать мы здесь здесь неужели тут кто-то может жить да воняет тут просто кошмарно и черт ногу сломит опять же ни черта не видно ну какого хрена и это просто какая-то невероятно гигантская локация и здесь даже бегать нельзя вот единственное что меня прям патологически раздражает в этой игре так это то что в ней нельзя бегать здесь нет возможности бега это кошмар какой-то добавили бы кнопочку для бега было бы в 10 тысяч раз проще итак дверь комнаты управления закрыта у нас на ключ мы можем спуститься вниз о я там вижу кого-то ну наверное это та самая женщина которая нам нужна но если я просто спрыгну вниз мы переломаем себе ноги и здесь у нас кто-то обитает здрасте можно я у вас тут не хрюкайте пожалуйста в меня я ключик у вас тут одолжу если шо потом верну не переживайте тут какие-то зомби обитают зачем женщина живет здесь если здесь обитают зомби так это подъем наверх мне вниз надо ну ладно возможно через комнату управления мы откроем себе какую-нибудь дверцу или тип того и какие странные у вас тут вентиляторы просто не будем обращать внимание и воспользуемся пультом управления так влево а ну вот как я и говорил право давай а как выключить право он сам остановится стоять куда-то уехал лево сейчас право и стоп нормально пройти сможем если честно мне даже не верится в то насколько объемная эта игра здесь реально прохождение может занять час как как такое возможно я думал что это чисто игрулька минут на десять-пятнадцать как скол бой а эта игра пока что по многим аспектам даже лучше скол боя по крайней мере по сюжету но в скол бои нам доступна только первая глава а здесь я прохожу уже вроде как вторую или даже третью главу а то и четвертую так эту дверь я могу открыть и за ней опять реклама и это теперь похоже на школу какую-то это вообще не похоже на завод хотя мы вроде пробрались в котельную завода лучше я пройду как-нибудь вот так вот мимо зомби как бы произошел зомби апокалипсис пока мы легли спать ничего необычного эта дверка у нас открывается я надеюсь зомби не будут на это обращать внимание и мы оказались черт пойми где класс и здесь заголочная дверь можно открыть и мне нужно монтировка или тип того и где ее взять одному богу известно верная монтировку охраняет это зомби бабуля но по крайней мере я здесь никаких монтировок не вижу а тележка подвинем ее и здесь еще одна дверь неожиданный поворот событий хорошо что я обратил внимание на эту тележку потому что в темноте ни черта не видно и только чудом вы можете заметить некоторые господи скример объекты в этой игре он чё сыт в угол господи от тебя говной воняет так погнали сюда где мы обалдеть как же без вентиляции в современном хорроре все наверно абсолютно мать его никак не хочу до конца эту игру проходить я надеялся что она будет не такой длинной кто-нибудь здесь обитает кнопка вызова лифта и тут опять заколоченная дверь но эту дверь я уже а расколотить так сказать не смогу где обитает эта женщина виталик почему ты не пошел со мной какого хрена ты меня отправил в эту преисподнюю в одиночестве тут всего один этаж давайте спустимся вниз я очень надеюсь что эта женщина будет там ждать меня ой кто это это та женщина по моему это мужик какой-то злой кнопка этажа на меня посмотрел каким-то загадочным взглядом не хочу я с ним больше встречаться надеюсь он забудет о моем существовании надеюсь он залипал куда-нибудь в потолок и не обратил внимание на меня очередная зомби нет это по моему та женщина которая нам нужно видеть его нету книги иди ближе я знала что ты придешь у тебя по глазам видно поначалу я сомневалась что это правда я вижу что это ты мальчик из моих видений я знаю что ты хочешь помочь своей семье но теперь судьба всего поселка зависит от тьма давно поглотила это место и просто так никого не отпустили пошли в сраку я поеду отсюда и просто из этого поселка а понятно 40 лет назад теперь еще ее предыстория ну вашу ж мамашу опачки мне прям интересно что произойдет тебе нечего делать в этой занюханы а вот большом городе ты поступишь техникум у тебя начнется настоящая вот и поезд подошел окей что произойдет свалим отсюда от хорошо давай let's go абсолютно пустой поезд с ужасным графоном мы реально здесь вдвоем больше никого нет ну предположим что мы идем с конечной садись со мной что штанюха погнали отсюда погнали из этой дыры хотя бы они обратили внимание пусть остаются в своем болоте а мы уедем и будем жить как сами захотеть поселке этом люди не от мира сего например соседка твоя то совсем с привет вот скажи мне станет ли нормальный человек по ночам шатак поговаривают что она ходит в заброшенной шахте а ну и мы к шахте пойдем что произойдет видимо с танюхой что-то случится не на танюху жалко танюха наша бабонька ой здравствуйте вы нас напугали свет мне страшно давай пожалуйста пересядем ты зачем это говоришь прямо перед ней она обидится может как и скультурно это она потяпала потяпала видели какая походка у нее ну чисто танюха на танюха она идет за нами вот так вот этой походка уже не танюхи начис такая гигабаба так ну я слежу за тобой и куда мы идем мы как-то очень далеко идем танюх тебе так не кажется вот так смысл и нему дай я открою двери не куда она исчезла ты ее видишь нет не вижу мы уже должны были уехать из этой деревни проклятой нет танюха обернись блин там наверное была гениальная анимация станюха ее пропустил а и мы приехали обратно я правильно понимаю ой какой кошмар то есть она поплатилась жизнью танюшки подружки это сестра а вы знаете как это сделать вещи пробачки к нам же говорили об этом силой способны остановить но для начала нужно найти его источник тот с кого все началось укажет тебе следуй за мной окей ну смотри три предмета у нас уже есть кто тебе нужен живет у старого железнодорожного мазка как выберешься из котельной иди направо вдоль старик окей отличается дружелюбность и гостеприимство оборот открывать но учитывая то что ему довелось пережить прикиньте там рыбак будет искал боя вот это я хрене ну что ж завязка конечно интересная но мы нашли три предмета из пяти если я правильно понял и опущу тебя вниз поворота котельной открываются при помощи двух рубильников кей предположим стоп так там же внизу стоял тут мужичок достаточно страшный за на контейнер и я тебя спущу идея говно идея прямо ужасно но я же говорил вашу мать теперь за мной будут охотиться зомби местные ну какой кошмар ой смотрите на него смотрите побежал побежал чисто бутылочку чел накинул для храбрости и побежал мы должны найти два рубильника а я прыгать не могу я только спускаться могу это конечно упущение ладно давайте мы попробуем найти хоть один рубильник если у меня не получится то я обосрусь потому что меня поймает этот мужичок и на этом наше прохождение закончится но один рубильники вообще без проблем нашел блога не подсвечены второй рубили это было не так уж сложно самое сложное смотреть рекламу после каждого клика так или иначе второй рубильник вон там так мужичок куда-то потяпал потяпал или это бабка я не могу понять у них настолько стрёмные модельки что там без бутылки опять же не разберешься а я не пью и разбираться не хочу но я открыл эти треклятые ворота давайте мы просто выберемся отсюда и потяпаем какому-то мужичку ой я там слева кого-то видел но не как будто бы быстрее меня передвигаются но я до ворот быстрее добегу давай вперед 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 вот они ворота вот они ворота что они сами то не открылись let's go все все валим поле все увидимся теперь меня ждет железная дорога которая ведет в закрытые ворота получается здесь она потеряла танюху грустная история однако я иду по этой железной дороге уже черт знает сколько времени я даже не уверен что я иду туда куда надо мне сюда кажется нет ладно потяпали дальше у меня есть ощущение будто я иду не туда куда надо ну реально но я нашел еще одну дверь опачки эти провода ведут трансформатору а трансформатор за 15 тысяч километров ну конечно как иначе и как мне до него добраться тут грёбаный лабиринт из этих поездов а вы знаете как я отношусь к грёбаным лабиринтом но вроде до него дайте не так уж и сложно все нормально а нет тут ворота сраны у нее а как как пройти через ворота по идее должен просто запрыгнуть нет видимо нет ой-ой-ой-ой здесь кто-то бегает вот меня сожрала папкой тьма после этого поглотила меня ну что ж если вы хотите чтобы и вас поглотила тима и чтобы я прошел сей шедевр до конца он внезапно оказался просто невероятно огромным то обязательно влепите лайк скажем пять тысяч лайков гарантирует вам полное прохождение также не забывайте подписываться на канал ну и не забывайте что с вами сегодня был foxneo увидимся